Когда тебе 20 лет, ты думаешь, что ты еще молодой, все еще успеешь, спешить некуда, все в твоих руках, море по колено. Когда тебе 30, ты думаешь, ну в принципе я все еще успеваю, поэтому можно начинать шевелиться, вот завтра начну, но еще в принципе можно никуда не спешить. Когда тебе 40, ты думаешь, все, не успел. Ты смотришь на себя в зеркало, ты смотришь по сторонам, тебе не нравится, как ты выглядишь, тебе не нравится, как ты себя чувствуешь, тебе не нравится твоя работа, тебе не нравится твое окружение, болячки вылазят, пузо выросло, проблемы с потенцией. Ты узнаешь, что это кризис среднего возраста и начинаешь думать, что с этим делать. Можно прочитать книжку, можно пойти к психологу, можно посмотреть ютуберные видосы относительно того, как вести себя в этой ситуации. И у меня есть для тебя очень крутое решение. Всю жизнь, сколько я себя помню, я активно занимался фитнесом и вел здоровый образ жизни. Последние три месяца я не тренировался вообще. Да, я знал, что фитнес это классно, что это круто, что ты чувствуешь себя молодым, заряженным, энергичным, море по колено, ну все как было в 20 лет. Но потом я бросил на три месяца из-за карантина, а все случилось так, что просто в один момент закрылись все качалки. Я вышел на турники, провел пару тренировок, понял, что тренировка на турниках это что тренировался, что газету читал примерно плюс-минус. И я решил подождать, пока откроются залы, чтобы получить нормальные нагрузки, а не страдать фигней. В моей жизни кое-что поменялось, появилось много дел, которые нужно было разруливать. И на протяжении этих трех месяцев, когда я не тренировался, я начал себя чувствовать как обычный человек. Таких длинных перерывов в тренировках у меня не было последние 12 лет. И когда я вернул свои тренировки, я понял, как это круто, как это кайфово. Первые три тренировки я вообще кайфовал от того, какое небо синее, какой воздух прозрачный, как я себя классно чувствую. Блин, это просто непередаваемое ощущение. Люди, которые никогда не тренировались, регулярно не вели здоровый образ жизни, знайте, что вы очень-очень многое потеряли. Я точно знаю, что тренировки и здоровый образ жизни сильно меняют твое психологическое состояние. Конечно, я не скажу, что это единственное правильное решение, нужно делать только это. Да, конечно, если у тебя есть какие-то серьезные тараканы в голове, их нужно выковырять при помощи каких-то психологических фишек. Но это очень крутая фишка, которую ты должен обязательно внедрить. Потому что это дает слишком крутые результаты, чтобы этого не делать. За две недели и 16 тренировок ты можешь ощутить то состояние, которое у тебя было в 20 лет. То есть ты можешь получить состояние вернувшейся молодости. Когда ты молодой, когда ты заряжен, когда море по колено, когда ты уверен, что ты все сможешь и все успеешь. Но тебе уже не 20, у тебя есть уже опыт, у тебя есть твои навыки, твои скиллы. И представь, что ты мог сделать 20 лет, когда ты был молодой, заряженный, полон сил, энергии, море по колено. Но у тебя не было никаких навыков и никакого опыта. Сейчас у тебя есть опыт и навыки, но нет желания шевелиться. Что будет, когда ты вернешь желание шевелиться, когда вернется вот это состояние энергичности и заряженности? Я могу помочь тебе вернуть это состояние за две недели и 16 тренировок. Для того, чтобы ты точно вошел в это состояние, очень важно выполнять простые регулярные действия. Для этого я для тебя подготовил инструкцию. В описании под этим видосом есть ссылочка. Оставь свой e-mail и я пришлю тебе эту инструкцию совершенно бесплатно. Поэтому вставай с дивана и начинай шевелиться. От состояния вернувшейся молодости тебя отделяют две недели и 16 тренировок. Продолжение следует...